приветствую вас на канале диджап друзья и мы с вами продолжаем изучать различные юсб микрофоны и сегодня у нас на обзоре очень интересный экземпляр это недорогой юсб микрофон от компании мэки модель юм 91 си у меня на канале уже был обзор на один очень интересный микрофон от компании мэки там был юсб микрофон премиум класса также у меня был обзор на их банду куда входили мониторы микрофон и наушники если не смотрели то обязательно посмотрите ссылка будет в описании этого ролика ну и вообще компания мэки эта контора довольно крутая и очень интересная и продукция их действительно заслуживает внимание ну и если вы регулярно смотрите ролики на моем канале за что спасибо если это так то вы уже могли видеть этот микрофон в одном из недавних роликов а именно не так давно я проводил очень интересный эксперимент где два звукорежиссера вслепую оценивали звучание юсб микрофонов и профессиональных дорогих студийных микрофонов при этом не зная какой из них какой какой юсб какой xlr и так далее юсб микрофон четыре с половиной тысячи рублей и в этом тесте принимал участие вот этот наш сегодняшний гость и там он себя показал ну прям очень неожиданным образом если не смотрели опять же обязательно посмотрите после этого ролика ссылка будет в описании это очень познавательное видео рекомендую его мало того что обязательно к просмотру так еще и настоятельно прошу вас делиться им с друзьями и знакомыми всеми кто интересуется микрофонами видео реально очень познавательное но давайте перейдем к нашему сегодняшнему микрофончику это у нас микрофон электретный юсб шный недорогой давайте сразу без интриги вначале озвучим его стоимость стоит он где-то примерно три с половиной тысячи рублей ну до четырех тысяч рублей в зависимости от магазина ссылочка на него естественно будет в описании что касается поставки комплектации то вместе с микрофоном у нас поставляется еще и кабель юсб для подключения компьютеру причем здесь юсб тайп б разъем не самый стандартный и кому-то может показаться минусом что здесь не юсб тайп си всем привычный но я не думаю что этот микрофон является настолько же портативным устройством как там не знаю powerbank или еще что-нибудь и поэтому я считаю для микрофонов это простительно ну и также у нас есть паук комплектный паук неплохой выполнен также полностью из металла здесь паук зажимной то есть микрофон вот так вот в него помещается и при этом в самом микрофоне есть еще внутренняя резьба чтобы вы могли его посадить на резьбовой паук что касается характеристик данного микрофона то они следующие частотный диапазон в котором работает данный микрофон составляет от 20 герц до 17 килогерц чувствительность составляет минус 34 децибела максимальный уровень давления 132 децибела ну а соотношение сигнала к шуму 78 децибел вполне себе неплохие показатели для недорогого микрофона ну и поскольку перед нами юсб микрофон а значит внутри есть цифровой преобразователь звуковая карта и оцифровывает данный микрофон звук в 16 битах с частотой дискотизации 48 тысяч герц на самом же микрофоне нет никаких органов управления и усиление данного микрофона регулируется в системе и вот этот момент конечно не очень удобный мы уже привыкли к тому что подавляющее большинство usb микрофонов содержит себе и регулятор усиления и также возможность мониторинга возможности прямого мониторинга здесь к сожалению также не предусмотрено однако сразу сделаю небольшую оговорочку что практически за ту же сумму а в некоторых магазинах еще дешевле вы можете купить точно такой же микрофон но уже со встроенной кнопкой мьют и на разъемом для наушников то есть с возможностью прямого мониторинга разумеется на него и ссылочку также оставлю в описании поэтому запишем это в минус но с оговорочкой что есть точно такой же микрофон но с мониторингом поэтому за те же деньги можно взять его но а теперь давайте мы этот микрофон подключим и послушаем как он звучит и более того обычно с usb микрофонами я так не поступаю но в сегодняшнем ролике также будет не только сравнение с другими usb микрофонами но еще и вокальные тесты ибо этот микрофон этого достоин итак поехали к тестам ну и сейчас друзья микрофон у меня подключен к компьютеру запись я произвожу в программе рипер и уже сейчас вы можете слышать как звучит микрофон мэки е м 91 си ю ну и поскольку я уже какое-то время этот микрофон тестирую разумеется и он уже принимал участие в некоторых тестах и сравнениях то могу заверить что звучит он достаточно круто даже более чем единственное что как я говорил в начале здесь нет регулятора усиления и мониторинга и с одной стороны это безоговорочный минус но с другой стороны за плюс-минус тоже сумму есть этот же самый микрофон но уже с мониторингом поэтому сильно мы журить его за это не будем ну и пишите прямо сейчас в комментариях что вы думаете по поводу звучания этого микрофона ну и давайте проговорим на него нашу тестовую поговорку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем но теперь друзья я предлагаю сравнить этот микрофон с другими юсб микрофонами и сравнивать мы его будем не как обычно здесь за столом а где я обычно тестирую и сравниваю профессиональные студийные микрофоны для того чтобы вы слышали более чистый звук итак поехали ну что ж друзья сейчас мы сравним звучание микрофона мекки и м 91 с микрофоном так старпи си к 220 юсб и я напомню что вот этот так старт к сожалению очень мало известный в наших краях по моему субъективному мнению является одним из лучших юсб микрофонов по соотношению качество звука на стоимость ну и по функционалу здесь тоже все очень хорошо здесь можно и прямой мониторинг подключить то есть наушники непосредственно к микрофону и также отдельно регулировать как усиление микрофона так и громкость вывода звука на наушники но и при этом на мой взгляд по частотам по а ч х звук этих микрофонов довольно похож сейчас я говорю непосредственно между двумя этими микрофонами и давайте протестируем на примере нашей любимой поговорке и так биллу гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем так у нас звучит микрофон bekки и м 91 си ю билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане у с чаем ну а вот так звучит микрофон TAGSTAR PC K220 USB. На мой взгляд, оба микрофона звучат замечательно. Ну а сейчас мы сравним нашего сегодняшнего героя еще с одним USB микрофоном. Наверняка вы уже знаете с каким. Ну а теперь, друзья, мы сравниваем наш микрофон MKEY EM91CU с микрофоном FIFINE A8. Наверняка подавляющему большинству из вас этот микрофон прекрасно известен и он участвует у меня в очень многих роликах про USB микрофоны. Ну и сейчас вы можете наглядно наблюдать разницу в звучании этих двух микрофонов. Микрофоны у меня пишутся одновременно в две разные дорожки в двух разных секвенсорах. Это вам, кстати, лайфхак, как одновременно на один ПК писать два разных USB микрофона. Ну и давайте еще разок проговорим нашу поговорку фирменную на оба этих микрофона. Итак, сейчас вы слышите микрофон MKEY EM91CU. Билл Гейтсу не понравились булочки, выпеченные пекарями Microsoft, за что он утопил пекарей в чане с чаем. Ну а сейчас вы слышите микрофон FIFINE A8. Билл Гейтсу не понравились булочки, выпеченные пекарями Microsoft, за что он утопил пекарей в чане с чаем. Я там согреет меня, там твоя теплота, там я даю ты рядом. По льду не спеша делаю шаг, делаю шаг. Мы с тобой одни, это наш сильный шаг. Не спеша снегом заметают цветы, от прошлых обид остались шрамы. Мы с тобой снова строим мир, в нем цветы с лепестками олуми. Где моя я, заблудавшая? Где моя я, потерявшая? Вместо меня доли стенами буду тебе, буду вернуть. Я там согреет меня, там твоя теплота, там я даю ты рядом. Я там согреет меня, там я даю ты рядом. Я там согреет меня, там я даю ты рядом. Она исполняла в тестах свою авторскую композицию. Если вам понравилась композиция или сама Гольга, обязательно проходите на ее страницу на Яндекс.Музыке. Также ссылки на соцсети я оставлю в описании. Поддержите наших исполнителей. Ну а что касается данного малыша, на мой взгляд это очень удачный микрофон с точки зрения соотношения цена-качество. И если рассматривать все-таки версию с возможностью мониторинга, то есть CU+, ссылочку на нее тоже оставлю в описании, то это отличный микрофон и как показали мои тесты, который подойдет не только для записи, для озвучки ваших роликов, безусловно это прекраснейший микрофон, но еще он подойдет для более серьезной работы с голосом, для профессиональной дикторской работы он может подойти, и также на него спокойно можно писать те же демо-записи. Уж точно в версию, где предусмотрен мониторинг, чтобы, разумеется, вокалист услышать себя. Для вокала это важно. Ну и также у данного микрофона есть XLR-модификация, которая мне очень интересна, и я надеюсь, однажды она мне в руки достанется, чтобы я ее пощупал и протестировал для вас. И также с этим капсулем есть еще одна модификация микрофона, она тоже довольно таки интересна, там есть и регулятор усиления, и регулятор на наушники, и собственно сам мониторинг, можете взять ее. В принципе, все эти версии микрофонов не очень-то дорогие, а звучание у них, ну, вы слышите сами. Вот такой вот у нас получился сегодня ролик. Я надеюсь, что он был интересным и полезным. Ставьте лайк, если так. Обязательно подпишитесь на канал, и не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. А их на канале еще будет много. И обязательно заходите в наши соцсети Telegram, Вконтакте, Dzen, ссылки будут в описании. Ну и также непонятно, что в ближайшем будущем произойдет. С ютубом в наших краях. Поэтому напоминаю, что я дублирую видео также в ВК видео, на Рутюбе и на платформе. Ссылочки опять же будут все в описании. Смотрите там, где вам удобно. Ну а на этом у меня на сегодня, друзья, все. До новых встреч!